В сети публикуют потери россиян в Курской области. Такие цифры. Убитыми 1031, ранеными 8395, пропавшими без вести 302, в плен попали 289, из которых 262 уже обменяли. Напомню, операция началась 6 августа. Плюс-минус, там чуть меньше, от 9 до 10 тысяч, получается, пострадали, погибли или серьезно пострадали. Вот 6 августа, это буквально 18 дней. Каждый день генштаб украинский отчитывается то 1300, то 1400, полторы тысячи погибших плюс раненых в сутки. 6 августа это 2,5 месяца. А, месье Жирнов, вы правы. Абсолютно. Это я, видите, уже от сентября танцую. Тем не менее, да, 10 тысяч за месяц и 18 дней. Но я говорю в продолжении и дальше, да, спасибо, что отметили. Дальше, что генштаб показывает 1300-1500 в сутки. Да, это не только убитых, это еще и выведенных из строя, то есть тяжело раненых. И это порядка 40 тысяч человек в месяц с единиц российской армии. Сергей Олегович, это достаточно серьезные. Я сейчас не буду спрашивать про матерей, жен и так далее, которые почему, как они реагируют, как они допускают. Тем более, что среди тех, кто погибает, не все же контрактники. Там есть и срочники, есть и мобилизованные, которые не по своей воле туда отправились, а, значит, токмо волею одного самого главного. Значит, вопрос в чем? Мобилизация. Так снова они так часто заговорили. Пойдет ли Путин, на ваш взгляд, и если да, каким вы видите сценарий? Мы помним в прошлый раз границы с Грузией, где просто вереницы и автомобилей, и самокатов, и людей пешком пытались перейти границу, уйти в Казахстан, в Грузию, другие страны, для того, чтобы не оказаться на войне. И пока что у них российская армия находится, и российское общество находится на мертвой точке. То есть, грубо говоря, им удается находить тысячи человек в день, которые готовы подписать контракт, и тысячи человек в день вы выводите из строя. Вернее, в последнее время вы выводите из строя больше, чем они могут найти людей на контракт. Поэтому, кстати, растут эти выплаты. Вы помните, начинались 200 тысяч, теперь платят 2 миллиона. И не ломятся люди в военкоматы, но найти таких людей еще можно. И пока они могут найти таких людей за деньги, которые готовы идти отдавать свою жизнь, они мобилизацию проводить не будут. Дальше они наверняка придут к тому, что придется проводить частичную мобилизацию. Но я думаю, что они вынесли уроки из истории, что на самом деле, конечно, чаще всего бывает не так. Но будем исходить из, ну, скажем так, нельзя недооценивать противника. И поэтому представим себе, что они вынули уроки, вынесли уроки из истории. Я думаю, что в этот раз они ничего объявлять не будут. Потому что я вам напомню, что тот указ путинский, там был седьмой секретный пункт. И никто не знает, что там было в этом секретном пункте. А я знаю. Вот я единственный человек, который знает, что было в этом секретном пункте. А в этом секретном пункте было написано следующее. Настоящий указ дальше действует. По мере необходимости новые волны мобилизации могут быть реализованы просто исполнительной властью без дополнительного утверждения через Совет Федерации и так далее. Вот это было наверняка записано в этом секретном указе. То есть, грубо говоря, им будет объявлять ничего не надо. Поэтому и они не будут объявлять тотальную мобилизацию. Она не нужна. Им нужно иметь, грубо говоря, вот этот уровень воспроизводства мяса для фронта на уровне тысячи человек в день. Вот вы уничтожаете тысячу, им нужно воспроизводить тысячу человек. Потому что Путину не нужна победа, строго говоря, в этой войне. Ему нужна бесконечная война. Ему нужна бесконечная война. Чем дольше века длится день, и дольше века длится эта война. Потому что пока идет война, у него все хорошо. В том смысле, что ему никто не задавит никаких вопросов. И именно в том, что пока на эту войну идут люди, которым нужны просто деньги, нет недовольных. Посмотрите, кто недоволен этой войной? Жены мобилизованных. Да, вот даже те вот жены мобилизованных, которые еще не получили. Причем жены не мобилизованных, которые еще не получили гробовые деньги. Потому что как только они получают свои 5 или 7 миллионов гробовых денег, они никакие в манифестации не выходят. То есть они выходят сюда куда? Что вы забрали у нас мужей, у нас, так сказать, нет мужика в доме, жизни половой нету, жизни бытовой нету и денег нету. То есть если бы вы нам вместо этого мужика прислали бы по 7 миллионов каждый, то мы бы и не протестовали. Или вы нам верните мужика, который там приедет, нас там потрахает, мы там, я не знаю, там достроит забор недостроенный 2 года тому назад. И мы, бог худо, бедно, тогда будем довольны. А так вы у нас забрали мужиков, и у нас и мужиков нет, и денег нет. Вот смысл того, за что выступают эти странные тетки, 20 человек, которые выходят время от времени к Министерству обороны. Причем они же не говорят «Долой Путин», они же не говорят «Долой войну», они же не говорят «Да здравствует мир», «Да здравствует там всех Путина в Гаагу», значит, Герасимова в тайгу, вот, в смысле в ГУЛАГ, вот, а наших мужей верните обратно домой и закончите войну. Нет, они говорят «Верните мне моего мужика или заплатите за него деньги». А если не вернете, то, если вернете моего мужика, то можете взять мужа, моей соседки, вот по этажу, у нее тоже такой же муж есть, вот, мы его взяли, а его не взяли. Так заберите его, верните мне моего там на какое-то время. Вот в чем проблема. И у Путина пока есть вся вот эта ситуация, у него, строго говоря, огромной проблемы, к сожалению, нет. Это вот вещь очень неприятная для того, чтобы ее слушать, вот, потому что у Российской Федерации при всем при том есть большой довольно ресурс найма вот этих идиотов, которые готовы за какие-то деньги идти на самоубийство, вот, и на убийство украинцев. Вот, и у нее есть огромный порог нечувствительности к убиению собственных граждан. То есть на самом деле Путин уничтожил уже там миллиона полтора, искалечил собственных граждан. Да, ну и где эти манифестации, где эти, там, я не знаю, искалеченные люди, которые ходят и говорят, Путин нас обманул, Путин сволочь, гад и так далее. Ну вот, мы их не видим, мы только видим тех, кого осуждают за то, что они, их освободили из тюрьмы, поскольку они были убийцы-насильники, потом они возвращаются с фронта, опять кого-то убивают, кого-то насилуют, вот про них мы чего-то там читаем, да. А про всех остальных мы чего-нибудь читаем, да, мы даже не знаем, что с ними там происходит. Про облапошенных, российская пропаганда, и так смешно, наверняка, вы видели этот ролик про мужчину, который встречает украинскую армию, и говорит, вы откуда, Америка? Он говорит, нет, с Житомира. Ой-ой-ой, куст, Житомир. То есть настолько промытые мозги, вот он уже видит солдата украинского, там, с шевронами, с желто-блокитными, с желто-синим, значит. Но он уверен, что это американский солдат, который зашел в Курскую область, значит, с Америки. Этих людей 30 лет, 30 лет они смотрят российский телевизор, на котором уже нету того НТВ, который убили в 2002 году, да. Вот они, если 30 лет, то есть выросло уже поколение, которое кроме Путина никогда ничего, никого не видело, кроме Путина. И никого не видело, кроме Соловьева, Скамейкиной и Симоньяна. Чего вы хотите? Чего вы хотите? Так, спрашивают зрители, Василий, не хотите ли приехать на некоторое время в Российскую Федерацию? Нет, не хочу. А зачем мне? В Курскую область вы мне предлагаете съездить, разве что? Ну, и даже туда я не хочу. А зачем? Какая финальная? Гранд-финаль в чем? Я тоже что-то не понял, что и что это за тронет такой. Вот еще мне сказали, Сергей Олегович, вы не хотите там из Путина вернуться в Российскую Федерацию? Вот почему? Ну, нет, не хочу. Ну, вот как-то вот не хочу. Удивительно. Будете смеяться, но нет, не хочу. Нет, я могу понять там тех людей, которые выехали из России, там, не согласны с войной, и они там ностальгируют по своему предыдущему образу жизни, довоенному, и их там тянет. Ну, это вполне логично. Ну, то есть они не по Путину ностальгируют, а по там той жизни, которую они потеряли. Ну, я-то тут при чем? Я-то в России не жил и жить не хочу, поэтому нет уж, простите. До чего же я изменяться должен? Сергей Олегович, вам персональный вопрос пришел, я процитирую его, зачитаю, значит, но я не совсем в теме. Если вы скажете, что идем дальше, я пойду дальше, потому что, ну, зритель спрашивает, я не имею права обмануть зрителя. Сергей Олегович пишет зритель, может быть, зрительница, наверное, владеет французским. Может ли он рассказать, какие последние известия о завещании Алэна Делона? Получат ли наследство дети Ари Булоня, я не знаю, и Херами, или блогеры врут для своего удовольствия? Сергей Олегович уверенно, да, может объективно осветить послесловие к жизни Делона. Да, я владеет французским, я живу во Франции. Я не очень в курсе всех разборок по поводу наследства, потому что я вам должен сказать, что у большинства артистов, актеров и певцов очень сложные отношения со своими детьми, потому что у них, бывает их много детей от разных жен, от разводов, разводов и так далее. И чаще всего это со скандалами все происходит и с огромными проблемами. Вот, поэтому что там они получат, это сказать вообще ничего нельзя. Вот у нас есть еще такой, был такой певец Джонни Холидей, на самом деле он Жан-Филипп Смет, такой бельгиец, который в 60-е годы приехал во Францию, взял себе такое американское прозвище и стал самым популярным французским певцом. И вот у него точно такой же бардак. И у большинства людей из бизнеса такого вот развлекательного, у них огромные проблемы со своими наследниками, судятся, воюют и так далее и тому подобное. Ничего не могу сказать, как это закончится, чем это закончится. Единственное, могу сказать, что у нас правовое государство, то есть все это будет, скорее всего, проходить через суды, через многолетние суды, потому что, к сожалению, занимает огромное количество времени, потому что вся цепочка судов. Вот плюс, если эти люди были хитрыми, то они часть своих капиталов вывели в Швейцарию или вывели в какие-нибудь там офшоры или вывели там Соединенные Штаты Америки. Соответственно, есть коллизии права между континентального права европейского и прецедентного права англосаксонского и так далее. То есть здесь, к сожалению, ничего сказать и предусмотреть нельзя, но у нас правовое государство, все решится в судах. Спасибо большое. Не будет Кадырова, который придет к кому-то и скажет, что типа вот с одной стороны будут кадыровцы, а с другой стороны будут тенгуши и будут, значит, отсуживать друг друга, вернее, не отсуживать, а оттяпывать, значит, куски собственности. Вот этого во Франции нет. А вот интересно, да, не все поняли, это отсылка к дележу бизнеса в Российской Федерации. Сейчас делят Wildberries, один из самых богатых, дорогущих интернет-магазинов. Там вот семейная пара, она, кстати, уже обернула себе девичью фамилию, теперь она снова Ким. Значит, да, делят вот этот многомиллиардный бизнес и получилось так, что с одной стороны, значит, впрягся Кадыров, с другой стороны тоже есть люди заинтересованные, но говорят, что изначально всю эту схватку, всю эту сделку, все это там разделение, сначала слияние вследствие и разделение благословил Путин. Сергей Олегович, а как думаете, будет вот эта сказка дальше развиваться? Стрельба была в самом центре Москвы, говорят, там, ну, не знаю, сколько там, до Кремля, вот, но несколько погибших, один охранник и двое ингушей, кажется, если я правильно помню из открытых источников информации. Ну, это сказка интересная, это страшилка такая, это, в общем, сказка, которая хорошо не закончится в любом случае. Она закончится плохо для всех, вот, потому что нашла коса на камень, потому что действительно всю эту штуку разруливал Путин, потому что в Российской Федерации нет частной собственности. Вот, опять же, возвращаясь к этим французским певцам, каким-то там, или там, актерам, вот у нас есть собственности, у нас суд может разрулить все это дело. В Российской Федерации суд, это вот, кто сильнее, тот на суд и надавит, и тот и отдавит, и оттяпает себе собственность. Но вот здесь выяснилось, что там благословлял все это дело Путин, как это обычно, потому что все это пахан, главная, значит, система такая мафиозная, и главный мафиози Путин вроде бы когда-то благословлял эту сделку. А потом начались разборы, разборы, слияния, разводы там и прочие всякие вещи, и оказалось, что с одной стороны был Кадыров, значит, со стороны мужа, а со стороны жены администрация президента Российской Федерации и плюс ингуши. И все это закончится на самом деле резней, чеченно-ингушской резней может закончиться, потому что все идет к тому, потому что я не знаю, видели ли вы, не видели, но там была уже сходка такая депутатов, бандитов с одной стороны и с другой стороны, Деримханов и чеченский, и ингушский депутат, которого я не помню фамилию, вот, но они уже друг дружки там уже стали говорить, причем говорить страшные вещи. Они стали на этой сходке, они стали, значит, разбираться, кто там кому брат, кто сват, и эти два бандитских кавказских клана сказали, что типа, ну мы-то бандиты, но мы и тот, и другой с Кавказа, то есть мы-то настоящие братья, мы даже входили когда-то в одну республику чеченно-ингушскую, а вот эти русские всякие там и прочие всякие кремлевские, вот они нам не братья на самом деле, и то есть там уже, там идет уже, явно уже наговорили лет на 15-20, начиная от госизмены, кончая дискредитацией российской армии и Кремля, то есть на самом деле это все плохо кончится для всех. Спасибо большое. Это очень хорошая новость для Украины. Да, да, ой, мы, слушайте, мы как это, запасаемся попкорном и с удовольствием смотрим, как там разборки в России, но ведь это действительно расстрелы людей в центре Москвы, это такой еще один, во-первых, расшатывание, шаг к расшатыванию режима, по чуть-чуть, понемножку, но Москва же забыла, что такое убивать людей в центре города, по сути еще безнаказанности. Мы же понимаем, что никто наказан за это не был. Да, ну и к тому же еще эта старая история, о которой я постоянно говорю, ну там какие-то люди мне не верят, что в Российской Федерации все закончится резней на религиозной основе, потому что плюс еще вот эти кавказцы уже говорят, что мы сами кавказцы и мусульмане, а против нас тут самые неверные русские. Да, а вот неверные русские, это там Кирюха Гендяев, там эти Царьград, русские фашисты, русские нацисты, вот, и рано или поздно все это бабахнет, и они начнут резать друг друга. Кирюха Гендяев